Ну что, Эдик закупился в магазине, купил сегодня вот такую красную, так называемую рыбу-лосось. Это так называемые хребты лосося для бедных. Ну, в общем, Эдик купил, не знаю, эксперименты буду проводить какие-то с этим лососем. Это мясо лосося, тоже обрезки, хотя я мечтала, что это прям филе будет. Ну да ладно, не в этом дело. Решила я сварить Эдико быстрый рыбный лососевый супчик. Это у меня хвостик, я тут все помыла, помочила. И сейчас буду варить Эдико супчик. Ну вот, этот кусочек более-менее нормальный. Варить буду произвольно. Сейчас я залью эту рыбку литром воды, ну может чуть больше, может литр 300. Обычно я рыбку закладываю в кипяток, возможно я так и сделаю. Сначала варю картошку, там морковку, все-все-все, а потом закладываю в конце рыбку. Наверное, я так и сделаю, товарищи. Так что рыбка, выходи. Вот. Вот мне не знаю, что нельзя. Нет, наверное, я вот это вот оставлю. Нет. Такие я начну варить все сразу. Ничего с ней не будет. Так, варим все сразу. В общем, тудынь-сюдынь. Суп называется тудынь-сюдынь. А я продолжаю изощряться дальше. Я эту тушку, вернее горбушку, вернее брюшко помыла. Почистила от всех пленок. Помыла, в общем, хорошенечко. Вот. Ну не пропадать же. Ну не пропадать же добро. И что я делаю дальше? Я беру и снимаю мясо со всех косточек. Со всего-всего-всего руками, вручную. Я постараюсь снять все, что на этом брюшке есть. И резать меленькими кусочками. Ну хотя тут большими не получится, извините. И у меня вот косточки уже остались. А это у меня всякий мусорец с этого брюшка-горбушки. И посмотрим, сколько у меня получится с этого кусочка. Вот такой, так называемой, стружки. Варится мой бульончик. Главное, чтобы он не сильно кипел. Это он у меня уже сильно кипит. Надо сделать огонь потише. На троечку включу из шестерочек. Так, ну, эти белки мы сейчас выбросим. Чтобы их и не было здесь. Чтобы и близко. Так. Ой, да тут ты шо? Тут такие куски мяса получаются. Да ты шо? Тут Эдику есть не переесть. Гляньте, какой суп сейчас получился. Только я не знаю, отбирать это мясо или нет. Этот костей, Эдик, сам его отберет. В общем, я не знаю, что делать. В общем, не допускайте, чтобы бульон сильно потемнел. Более-менее прозрачный получается. Так, в общем, пусть потихоньку кипит. У меня же недоразумение. Ну, целый день сегодня недоразумение. То рыба не та, то картошки нет. Начала суп варить. Полезла в свое ведро с овощами, а там нету картошки. Так что у меня будет не суп, а уха. Потому что в уху можно и не класть картошку. Я в нее забабахаю сейчас пшено. Здесь у меня вот столько пшена. Ну, здесь где-то пара столовых ложек на литр воды. Да, сейчас забабахаю туда пшено. Кину туда морковку и лучок. И будет супчик. Мясо, скорее всего, с рыбы отберу, чтобы гуще было. Вот, порезала морковку. Вот, тоже ее в супчик. Ну, не знаю, на вид это ужасно. Чтобы снять вот столько, вот столько мякоти. С этого брюшка вы должны вцепиться в это брюшко, как зверь. Пошматовать, поглодать, ножом посрезать, посчухивать, выдрать. И у вас получится вот столько мякоти. С одного брюшка. Хотя нет, вру, это не с одного брюшка, а с три четверти брюшка. Потому что одну треть брюшка я отправила в супчик. Ну, и сейчас в супчик отправлю вот это еще. Вот это вот плавник и... Как это называется? Хребет. Голый. Голый хребет для наварит с тости бульона. Сейчас посмотрим, что из этого получится. Ну, не знаю, на вид это ужасно. А на вкус? А на вкус авокадо пойдет. Все, закинула я этого динозавра дальше в суп. Суп выключила на медленный огонь. Он вообще перестал кипеть. Пусть варится. Сейчас закипит, покипит. Бульончик насытится. Бедный Эдик. Ну, главное подать красиво. Главное подать красиво. Остальное все не важно. О! О! Кипит, кипит. Варится. Что мы делаем? Теперь берем, добавляем сюда одну чайную ложку соли, пол чайной ложки сахара, щепотку черного перца, щепотку мускатного ореха. Все перемешиваем и отправляем все это в холодильник на сутки. Сюда же я решила добавить чайную ложку соевого соуса. Ну, как вам такое? Как вам такое меню для бедных? И у меня еще завалялось в бутылке распылителя оливковое масло, потому что у меня уже в обычной бутылке нету оливкового масла, и я сбрызну это все оливковым маслом. Слегка абсолютно. Все, на сутки в холодильник. Ну, шось так и будет. Так, в суп я еще добавляю лук, потому что я его немножко забыла. Теперь солим по вкусу, молотый перец по вкусу. Ой, что-то я перебухнула. Ну, ладно, бедные. Вот столько рыбы я обглодала с того, что варилась в супчике. Сейчас я ее закину в супчик, и супчик готов. Итак, из одного хлебта лосося у меня получилось полтора литра супа. Вот такой супчик лососевый из того, что было. Масло никакое я сюда не добавляла. Вот он такой насыщенно жирненький получился. Я попробовала, очень даже вкусно. И получилось 170 грамм намазки рыбной на хлеб. Тоже довольно-таки вкусненько, только я немножко, кажется, пересолила. Ну, хотя у нас еще будет солиться сутки. Если вы эту намазку намажете на бутерброд со сливочным маслом, то как раз соли будет норма. Конечно, если есть одну намазку, то будет солено. А так идеально. Все. Из одного хлебта. Голь на выживу хитра. Ну, вы знаете, я б уже ела, ела. Лимончиком полила и ела, как тут китайцы. Или японцы. Нет, пусть все-таки посолится. Ой, супчик. Сейчас Эдик будет дегустировать. Да, Эдик? Эдик сопит. Надо у меня ничего брать. Эдик, ну как тебе супчик? Съедобный? Съедобный. Вкусный суп. Вкусный? Да. Ты доволен? Конечно. Главное, с лососем, да, Эдик? Очень доволен. Очень, Эдик, доволен. И вот мой супчик. Я его буду есть с лимончиком. Очень вкусно с лимончиком. Всем советую. Объедини. Да, Эдик? Ты говоришь, косточки попадаются? Ну, значит, я плохо обглодала. Мелкие. Ну, такие, средние. Ой, какой супчик. Сейчас как похлебаю. Свеженький. Рыбненький. С лимончиком. Эдик тебя пает. Я ты в уши вылечу оттуда. Да? А я подумаю. Ну, я люблю жильенький. С лимончиком. Продолжение следует...